друзья всем привет сегодня у нас очередная подборка полезных советов и хитростей так что присаживайтесь поудобнее желаю приятного просмотра рассмотрим ситуацию когда необходимо зафиксировать угловое соединение но угловых струбцин нет есть только обычные у меня вот такие маленькие g-образные понадобится также маленький кусок трубы у меня будет вот такая головка и так подкладываем проставку под первую струбцину чтобы не помять материал и в этой струбцине фиксируем головку на бруске с внутренней стороны будущего угла то же самое делаем и со второй струбциной соединив два бруска вместе и поместив головку во внутренний угол и далее хорошенько зажимаем готово теперь у нас достаточно хорошая фиксация угла для дальнейшей работы если имеется коробка в которой необходимо поместить что-то не совсем подходящее по форме то можно легко слегка переделать эту коробку для этого раскрываем все клапана далее изгибаем коробку так как нам нужно клапана подрезаем ножницами по сгибам далее клапана загибаем и склеиваем скотчем готово теперь у нас есть коробка подходящей формы если у вас есть пластиковое изделие выгоревшие на солнце то ему можно попробовать придать практически былой цвет покажу на примере вот такого ведра для восстановления цвета будем использовать обычную газовую горелку который необходим хорошенько прогреть пластик и он начинает понемногу восстанавливаться в цвете если потеряли ключ от патрона сверлильного станка или дрели вам поможет выкрутить сверло обычный болт моем случае м8 и плоская отвертка вставляем болт в углубление для ключа в патроне и отвертка уперевшийся болт зацепляемся за шлицы патрона и откручиваем главное разобраться в направлении откручивания чтобы не затянуть еще сильнее отличный способ если куда-то завалился ключ давайте сделаем простую самоделку из остатков веревки и вот такого куска фанеры который у меня остался от одной из самоделок он у меня достаточно ровный поэтому не буду с ним ничего делать а веревку порежу пополам и подплавлю концы чтобы не пушились на стене сделаю разметку по уровню теперь прикручиваю веревки к стене соединив их вдвое расстояние между двух веревок должно быть немного меньше чем длина куска фанерки теперь продеваем фанерку через веревки и раскладываем так чтобы получился столик для того чтобы фанерка не выпадала фиксируем все саморезами теперь у нас есть вот такой складной столик или полка держит достаточно много легко собирается и разбирается кстати я всегда раньше выкидывал кисточки после покраски потому как не хотелось их мыть в растворителе так как запах потом стоит на всю мастерскую и вот оказывается кисть можно просто помыть в растительном или подсолнечном масле просто добавляем немного масла в емкость и полоскаем там кисть далее простой салфеткой вытираем кисть и все она чистая и сухая мыло краску смывает плохо от растворителя руки потом сильно пахнут поэтому подсолнечное масло и тут поможет просто капаем немного масла на руки растираем и салфеткой вытираем насухо друзья вот такие на сегодня простые полезные советы получились если нашли для себя что-то полезное то ставьте лайк этому видео а в комментариях напишите что полезного для себя нашли а тем кто еще не подписан на канал я рекомендую сделать это прямо сейчас и нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые полезные видео всем спасибо за просмотр и пока пока